Слава Пашинянской политике! Как передает Пахил Хабертове, армяне превратили мечеть в Зенгеляне в семинарню. По данным источника, в одной из разрушенных мечетей на оккупированных землях азербайджанские военнослужащие наткнулись на свиней, которых держали в мечети. Стоит отметить, что свинья в исламе считается нечистым животным, и держать их в мечети недопустимо. Не имея уважения к другим верам, не может иметь веру, хотя армяне утверждают, что являются первыми христианами на земле, и русские благодаря армянам познали христианство. Если это так, то они безоговорочно должны знать, что в адресе толерантности Азербайджан были проведены реставрационные работы в различных религиозных объектах, в том числе и в церкви Рождества Пресвятой Богородицы и церкви Святой Марии в Баку. Под руководством вице-президента страны многочисленные церкви были реставрированы. Хотя бы из этого армяны должны были уважать ислама. Дочку Пашинян назвал арабским именем Мариям, а в мечети держит свинь. Этот человек явно страдает болезнью многоликостью. По словам азербайджанского профессора Хава Мамедова, историческое и культурное наследие Азербайджана превратилось в объект армянского вандализма. Мечеть Демирбулак в Ереване стерта с лица земли. В Голубой мечети же была проведена армянами реконструкция в кавычках с целью изменения оригинальных особенностей. Среди разрушенных архитектурных памятников, построенные во второй половине XVIII века в Вайроване, гора Сеидам, мечеть Ганжи Новрузалибека, дворец Сардара или дворцовый комплекс Хан Сарайе, мечеть Сардар в Вайроване также подверглась систематическим разрушениям и была полностью уничтожена армянскими сепаратистами в 2014 году, подчеркивает профессор Хава Мамедова. По ее словам, анализируя действия армян против мечети как исторические факты против ислама, удивительно то, что глава мусульманских стран, особенно арабские страны, продолжают сохранять молчание. Саудовская Аравия применяет санкции против Турции, а для разрушителя мечети Армении применяет немую глухую политику. Что за политика, если исламские государства продолжают закрывать глаза на оскорбление ислама армянами, отмечает азербайджанский профессор, обращаясь к исламским государствам. Бакиха Бартове, с вами была я, Улькер Фарманказы.